Всем привет! Я рада, что теперь наконец-то мы с вами сможем видеться чаще. Этот ролик будет об анорексии. Вы меня очень часто и давно просили сделать именно его, потому что я сделала уже о булимии, компультивном переедании. Я вам оставлю ссылки все внизу, чтобы вы могли посмотреть. Здесь будет о диагностических критериях. Простыми словами, о симптомах. Я перед этим зашла в интернет поискать, есть ли что-то похожее, потому что я всегда так делаю, посмотреть какой информации не хватает, чтобы заполнить эти пробелы, скажем так, тем, что я знаю. И знаете, что там я нашла? Ничего. Даже на Википедии не написано никаких симптомов простыми словами. Поэтому настало мое время сделать это. Я понимаю, что эта информация может быть очень полезной некоторым людям. И получается, что практически уже про все РПП я сняла на YouTube. Подумала, что еще было бы неплохо, если бы это все было, знаете, в таком формате короткой статьи о всех симптомах каждому РПП, что мы с вами уже проговаривали. И я даже напишу такую статью у себя на сайте в блоге. Если она уже вышла, то я оставлю вам ссылку. Если не вышла, вы там вроде можете на него подписаться. Также я вас попрошу засмотреть до конца этот ролик, потому что здесь очень важная информация, и не стоит ее прерывать на какой-нибудь части. Важно получить ее полностью. Еще, если у вас возникнут какие-то вопросы, то вы можете задавать их в комментариях, касательно любого расстройства пищевого поведения. Я сниму отдельный ролик, если их соберется много, где отвечу на них все. Хоть это не особо моя специализация в психологии, я спрошу, если чего-то не буду знать. Все эти симптомы, они берутся не из воздуха, а из специальной книги. Ее нет в открытом доступе в интернете, возможно, именно поэтому и нет нормального описания симптомов. Запомните, что если вы найдете у себя все эти симптомы, то это не значит, что вы можете поставить себе диагноз. Диагноз может поставить вам врач-психиатр, психотерапевт. А желательно, чтобы у этих двух людей диагноз сошелся в один. Дальше мы перейдем к перечислению симптомов. Они из последней версии этой книги ДСМ, и для того, чтобы у кого-то диагностировали анорексию, нужно, чтобы именно все эти симптомы присутствовали. Первый критерий. Конечно же, в этой книжке он описан очень замудренно всеми такими официальными словами, но на деле означает он просто, что человек начинает меньше есть, как-либо ограничивая свое питание в количестве калорий. Конечно же, в контексте своего возраста, веса и здоровья. И все это приводит к тому, что индекс массы тела этого человека становится меньше 17. Например, если для моих параметров взять, то это было бы, если бы я весила 47 килограмм. Тогда мой индекс массы тела меньше 17. Мой минимум, например, за всю жизнь был 48 килограмм. Как посчитать свой индекс массы тела? Это можно сделать очень просто. Зайти на встать, ввести свои данные, он вам там все посчитает. Собственно, так я и сделала. Но на самом деле вы можете просто использовать формулу, там нет ничего сложного. Можете сделать даже это прямо сейчас. Вам нужно просто взять свой вес, поделить на свой рост в квадрате. Вы получаете число, если оно меньше 17, то простыми словами это плохо и вам стоит обратиться к врачу. Второй критерий – это страх. На самом деле все мы можем чего-то бояться, но люди с анорексией боятся набрать вес или потолстеть. Или же в этом критерии также есть информация о том, что это может быть повторяющееся поведение, которое, собственно, мешает тому, чтобы набрать вес. Этот страх либо поведение, которое мешает набрать массу – это в целом, можно сказать, очень похожие вещи, потому что, собственно, вот такое вот поведение. Это реакция на страх, но он может быть неосознанным. И в целом, компульсивное поведение – это одна из реакций на стресс. И у анорексии выделяется специальный тип, связанный, например, с компульсивным перееданием и очищением себя от съеденного. В следующем критерии тоже можно сказать, что есть три симптома, которые могут быть тот или может быть тот. Их даже целых три. Первый – это когда человеку очень сильно беспокоит форма своего тела. Второй – это когда на самооценку влияет, опять же, вес или форма тела. И третье – это когда человек не понимает серьезность своей низкой массы. Я напомню, что именно все эти критерии должны быть соблюдены для того, чтобы подумать о том, что нужно поставить такой диагноз. Потому что если у вас есть там небольшой живот и вы беспокоитесь по этому поводу, это не значит, что у вас есть анорексия. Если даже вы думаете, что вы выглядите полным человеком, но все вокруг вам говорят, что вы очень худой человек, а вы уверены, что они нагло врут, то это тоже не анорексия. Это может, например, быть body dysmorphic disorder, dysmorphia. Вот почему важно не заниматься диванной диагностикой самого себя, а идти к специалисту. Потому что его основная задача – это помочь вам. Он в целом шел в профессию для того, чтобы помогать людям. И никогда не нужно бояться того, чтобы пойти и изменить что-то в своей жизни, помочь себе. Нужно бояться того, чтобы ничего не делать. Раньше в одном списке еще был критерий, связанный с менструальным циклом. То есть у человека он должен был каким-либо образом нарушаться. Но как у человека, у этой группы людей есть довольно определенное название – женщина. Наверное, поэтому его убрали из диагностики, да, потому что у мужчин тоже бывает анорексия и никак не могут исполнить этот критерий. Я вам напомню, что если у вас появляются какие-то вопросы, вы можете задавать их в комментарии. На этом у меня все. Я надеюсь, вы нашли ответы для себя, которые вы искали. Совсем скоро увидимся. Это конец.